Мой доклад называется «Гегель и Гомель в советской философии и психологии». Меня привлекло, конечно, не только созвучие этих слов, отличающихся двумя буквами, но и тот факт, что выходцы из города Гомеля белорусского, вот они сыграли особую роль в судьбах гегелевского наследия в России. Ну, Столпнер, Борис или Барух, как его по-настоящему звали, значит, Столптер, как Спинозу, он перевел большую часть этого собрания сочинений Гегеля, восемь томов полностью и еще два-три тома частично. И умер, переводя лекции по эстетике гегелевские. И по сей день русский Гегель, он говорит языком Столпнера, ну, не только Столпнера, тут еще Дюбольского надо имя, конечно, назвать, но Столпнер дал, так сказать, в окончательной классической редакции этот гегелевский язык. Ну, а Выгодский дал, на мой взгляд, самый лучший, самый впечатляющий, мощный такой пример, образец применения гегелевского метода, диалектического метода в науке. И в этом смысле я даже не знаю, можно ли кого-то рядом с Выгодским поставить. Хотя Выгодский напрямую к Гегелю обращается в считанные разы буквально. Он изучал, конечно, философию Гегеля еще в университете, где его преподавателем был переводчик, будущий переводчик феноменологии духа, феноменолог Шпет Густав Густавович. Ну, и потом, когда Выгодский перебрался в Москву, он уже познакомился, я думаю, со Столпнером. Они были друзьями большими. Несмотря на большую разницу в возрасте, 25 лет у них разница, Столпнер уехал из Гомеля, когда Выгодский еще не появился на свет и занялся революционной деятельностью разного рода. В эмиграцию угодил и так далее. В московской квартире Выгодского бывали его гомельские друзья, и художник Быховский, и Данюшевский, директор дефектологического института, и филолог Кузин. Ну, вот среди них был и Столпнер, который произвел очень большое впечатление на детей Выгодского, дочерей его, тем, что он, будучи близоруким очень, он постоянно попадал в какие-то смешные такие для детей ситуации, на что Выгодский очень болезненно реагировал, призывая детей к порядку своих дочерей и обижаясь даже на них. Играли в шахматы, Столпнер ездил к Выгодскому на дачу, и, в общем, они очень близко и тесно дружили, наверняка обсуждали Гегеля, в этом не может быть никаких сомнений, может быть, Гегель стал тем фактором, который их изблизил друг с другом. Ну, в творчестве Выгодского можно четко заметить, да, эти гегелевские понятия, которые сыграли, ну, можно сказать, ключевую роль в формировании культурно-исторической психологии. Это, в первую очередь, идея о посредствовании, само слово, о посредствовании высших психологических функций. И ключевая формула мышления и речи, где Выгодский прямо ссылается на Гегеля, он говорит, слово есть бытие, оживленное мыслью. Да, философская, конечно, чисто формулировка, никак не узко-психологическая. Но я хотел бы сказать также о том, что Гегель создал учение, которое, ну, наверное, первым заслуживает, первое в истории человеческой мысли, которое заслуживает название культурно-исторической психологии. Он первым включил в психологию культурно-историческую проблематику. И вот этого Выгодский у Гегеля не заметил. Это удивительно. Но Выгодский вообще не обращается к феноменологии духа, где рассматривается как раз отношение к психологии, который кристаллизуется у Гегеля, и где сам процесс формирования человеческой психики изображается как процесс усвоения содержимого истории мировой культуры. Индивид вбирает себя, проходит как эмбрион, так сказать, проходит за 9 месяцев вот эти стадии от одноклеточного до младенца человека, так и дух в процессе образования Бильдинг, да, он проходит те же самые стадии, вбирая в себя ступень за ступенью все достижения человеческой культуры. И в этом, собственно, и заключается феноменология. Вот, но не имея времени достаточно, чтобы останавливаться на этой роли Гегеля в учении Выгодского, я перейду, пожалуй, к Столпнеру. Осталось 6 минут, чтобы о нем сказать поподробнее. Мы о нем вообще очень мало знали, и лишь недавно Сергей Николаевич Корсаков опубликовал автобиографию Столпнера, чрезвычайно интересную, значит, в сборнике, в ежегоднике «История философии» РАН, где выясняется, что Столпнер, белорусский еврей, до 16 лет вообще не говорил по-русски. Немецкий он знал, причем выучил его также самоучкой. И еще нескольких европейских языков, без помощи каких бы то ни было учителей, как пишет Столпнер в своей биографии. Да, вот русский он выучил довольно поздно, но уже, значит, потом он попал за границу, был в Швейцарии, там и других, в Германии. Начался, вернувшись в Россию, когда ему разрешили, после революции первой русской еще, он стал составлять философские слова для издательства про Гаузьефрон, как раз гигельянской буквы «Г». А русские издания Гигеля в то время были, ну просто, можно сказать, ужасающими. Первопроходец, переводчик, первый переводчик Гигеля, Чижов, он, в общем, просто пересказывал Гигеля и энциклопедию философских наук с купюрами с большими и, в конце концов, бросил просто на философию природы, значит, она вышла в таком обрезанном варианте, спустя он там лет восемь, что ли, потратил от первого тома энциклопедии до второго, третий там в серединке попал. Вот. Ну, потом Радлов, Радлов собрал своих курсисток пятерых, и дал им переводить феноменологию духа. Ну, я считаю, безумное, довольное мероприятие. Вот. Ну и Дибольский, в общем, первый более-менее приличный перевод, это перевод науки логики, и единственный Стопнер, крайне низкого мнения был об этом переводе, может быть, напрасно, он ему многим обязан, я считаю, вот, но он называл этот перевод деревянным и насчитал там грубых ошибок больше тысячи. Вот. И, придя в институт Маркса Энгельса, Стопнер предложил издать Диболину, в то время директору, предложил издать собрание сочинений Гегеля, вот, чем и занимался до конца жизни, но мы знаем, что это собрание растянулось на 30 лет, и последний том так и не был издан. Вот. Он потом, который спланировали Гулыга и Ильенков, как раз его содержание, он решался вопрос его публикации, но решили письма Гегеля и его юные, ну, не юные, а работы, ранние работы не издавать в то время. Вот. Что, совпадение другое, они и Стопнер, и Выгодский, они в годы октябрьской, так сказать, уже, в годы, точнее сказать, в годы революции 17-го года, в 17-18-м году они заразились туберкулезом оба, и, в общем, от него и умерли, причем Выгодский умер в очень молодом возрасте, Стопнер пережил его на три года, вот, но Стопнер, тем не менее, успел отметиться, сказать, знанием, не только знанием Гегеля, но и вообще своими философскими дарованиями во время разгара Серебряного века, Александр Блок называл его выступление на философских обществах, он входил там в Петербурге, в философские общества, огненной руганью, он бился с русскими религиозными философами, Стопнер, и стоял, в общем-то, на таких марксо-гегельянских позициях, он был гораздо больше гегельянцем, чем, скажем, Плеханов, в этом смысле он у нас, Стопнер, ну, может, такой один из первопроходцев вот такого сильно гегельянского прочтения Маркса, вот, хотя он почти не оставил своих собственных письменных печатных работ, он читал лекции о Гегеле, о Гегеле марксистам, он спорил о Гегеле с Плехановым, отстаивал Гегеле, Троцкий, слышав эти споры, говорит, что сказал, что Стопнер весь состоит из мнений, одно лучше другого, ну, вот, такая очень интересная фигура, недооцененная у нас, к сожалению, вот, но в последнее время вот о нем стали вспоминать, я считаю, это очень правильно, потому что до сих пор никто лучше Стопнера, вот, Гегеля эти сочинения не перевел, и они в основном переиздаются, да, переиздаются именно в этом переводе, в то время, как, скажем, перевод Шпета, да, вот, он серьезно был скорректирован, я считаю, улучшен и выпущен в 2000 году под редакцией Марины Федоровны Быковой, вот, а перевод, над переводом Стопнера вот такую работу, ну, отчасти проделана, она была проделана в 70-е годы, когда вышли вот эти серые издания философского наследия, но Стопнера не так мощно, правили, в общем, с его переводом большинство авторитетов, Гулыга, Ильенкова, все другие, кто участвовал в издании, в общем-то, согласились, но, вот, ну, это, пожалуй, вот у меня регламент, все, что позволяет сказать, спасибо за внимание. Спасибо, Андрей Дмитриевич, очень обстоятельный доклад, как раз вот интересно влияние гегелевской философии на советскую психологию, потому что достаточно часто говорят, у него к антианскому влиянию, ну, как бы гегелианское тоже было, коллеги, вот есть несколько минут тоже для обсуждения, вопросы, комментарии, прошу вас. Да, вот я хотел бы высказаться на эту тему и один вопрос задать Андрею Дмитриевичу. Ну, во-первых, большая благодарность за то, что вы прежде всего фигуру Столпнера нам охарактеризовали. К моему стыду я до сих пор не знаю это. Что это? Кто это? Что это? Я первый раз услышал, видишь, ну, очень важно, откуда приходит знание. Это во-первых. Ну, а что касается Выгодского, то, конечно, это гений психологии, но в последнее время именно с эстетической точки зрения к нему возникает много вопросов. К его вот этой доктрине культурно-исторической психологии, где он вводит социализацию в структуру психологии, и как я перечитал специально его психологию и искусство, мне кажется, он очень талантливый человек, что его ранние трактовки, например, Гамлета намного выше, чем потом он нам рассказывает о внутреннем мире человека, который отражает внешний мир. Вот так можно эту доктрину. Социальный, прежде всего, внешний мир. Как вы относитесь к раннему и позднему творчеству Выгодского? Спасибо за вопрос. Ну, что касается психологии и искусства, то это диссертация Выгодского, которую он не захотел даже публиковать. Вот сейчас она, и потом она с семиотиками, Вячеславом Ивановичем, была очень высоко оценена и, так сказать, вошла в золотой фонд, так сказать, советской эстетики, но сам Выгодский о ней был, видимо, невысокого мнения. Вот, поскольку у него была возможность ее опубликовать, он ее подготовил к изданию, но не стал этого делать. Вот. И я отношусь, считаю, эту работу в высшей степени, конечно, тут я не оригинален совершенно, в высшей степени, новаторской, оригинальной, вот, но у него есть еще другая работа, вот, я не знаю, вы читали или нет, это работа об актере 32-го года, и по своей глубине теоретической продуманности, конечно, она стоит, ну, просто на голову, на порядок выше, чем психология искусства, по крайней мере, на мой взгляд, вот, но там он разбирает вопрос Дидро о том, что вот актер, должен ли актер переживать эти страсти, которые переживает его герой, то, что потом стала проблема Станиславского и так далее, методом различных, и вот эта работа мне, на меня произвела очень сильное впечатление, и она переведена на английский, но там вот не удостоилась такого внимания, как психология искусства, ну, я здесь иду, как бы, я здесь не совсем согласен с такой оценкой, а что касается культурно-исторической психологии, она дает прекрасный, очень мощный фундамент для эстетики, но у Роскова не хватило, по сути, вот кроме этой единственной работы, на это времени, а больше никто этим не занимался, и мы не можем сравнивать то, чего нет, да, здание построенное на культурно-исторической психологии, здание эстетики. С созданием, которое сам Выгодский построил, но забраковал, скажем так. Спасибо. Нет, ну, почему мы можем, несмотря на его, его может быть личное мнение, для того времени, несомненно, это новаторская, мощная работа, кстати, в 96-м, по-моему, году мы отмечали его славный юбилей и в Нью-Йорке, и в Италии, и в Минске, и в Гомеле. Я тоже участвую. Кстати, у меня есть в двух томах книга, за которую мне президентская библиотека в Америке давала очень большие деньги, но я ее храню с собой. Спасибо. Да, спасибо, коллеги, будут ли еще вопросы? Если нет, то... Тимошна, Корсак, Константин, если вам видна заставочка на экране, да, видно, что-то видно, да, да, это дополненная схема Тофлера, но волной, сверхволной, которая началась в 2000-м году, а по поводу тематики вашего собрания, я, честно говоря, в восторге. Я всегда студентам говорил, что был период, когда существовала одна наука, сверхнаука, и называлась она философия, и все те частные современные науки растут оттуда. А тут я хочу сказать следующее, чтобы у вас не отнимать время. Коллеги, с 2000-го года сами собой начали появляться технологии, дающие людям нужное и, внимание, излечивающие биосферу. я их сначала называл неудачно, но в 2000-м году повезло придумать удачные технологии. Можно ноосферные технологии, но это два слова, а вот мудрые технологии, это получше. И на этой базе, ну, не один, мы создали нооглоссарий, вот ключевое слово, если вас это заинтересует. Тот, который стоит в интернете, открытый, там 75 терминов, но если поищите, то найдете 225. это все слова из будущего, потому что ближайшее будущее это ноосимбиоз человечества и биосферы. Мне слово но как значит вернадского слова не понравилось ноосфера, потому что внутреннее оно звучит. Уважаемый Константин Витальевич, простите, это с Гегелем. Простите, что перебиваю. Вопрос, пожалуйста, ваш. Вопрос следующий. Ну, это не смешной, конечно, вопрос. Кого вы все-таки выше поставите, Канта или Гегеля для студента? Спасибо. Это ко мне вопрос, да? Да, выходит так. Коллеги, вы все тут знаете больше меня. Кто ответит, я буду благодарен. Я попробую все-таки. у меня был, когда я учился в МГУ, у меня был друг Жан-Люк Бланше, он француз был, то есть француз-швейцарец, из Швейцарии, но француз. И вот он однажды мне такой же вопрос задал, кого вообще ты считаешь самым, так сказать, ярким философом Европы? Я подумал, долго думал и сказал, все же Гегеля. Он обиделся, кстати, потому что французская школа сама по себе начинает Декарта. Вы меня понимаете, да? Гегель более мощный. Конечно, Кант очень проникновенный. Вот эти две фигуры. Вообще Гегель, я считаю, я лично считаю, что Гегель это вообще самый мощный ум. Второй Аристотель вообще, если за всю историю брать Европы как таковой. Отчасти с ними, с Аристотелем может сравниться Конфуций, но в принципе они, так сказать, ну больше таких фигур, как Гегель раз, потом Кант и чуть ниже и Конфуций, Аристотель, таких фигур больше нету на земле. Спасибо. Дорогие коллеги, мне кажется, да, ответ прозвучал. Спасибо, ответ полный. Спасибо. Спасибо еще раз Андрею Дмитриевичу за интересный доклад. Мы переходим теперь к секции сообщений. У нас должно было быть сообщение Николая Сергеевича Семенова, но я не вижу его. Вот у нас еще есть вопрос к Андрею Дмитриевичу Майданскому, от Сергея Маркова. Я его озвучил, можно видеть его на экране. Как вы считаете, перевод Гегеля сегодня устарел, все-таки время сказывается на переводе. Может, имеет смысл заново Гегеля перевести? Ну, я не считаю, что он устарел, перевод Гегеля. Я считаю, что, может быть, его можно освежить, так как это сделали в 70-е годы, с учетом новейших западных в первую очередь переводов, которые не стояли на месте и, может быть, довести, так сказать, до современного уровня, так как это сделала Быкова с феноменологией духа, может быть, надо поступить и с другими гегелевскими трудами. Но сам по себе перевод, мне кажется, новый совершенно делать не стоит. Надо улучшать то, что есть. Так же, как по поводу предыдущего вопроса, я хочу сказать, что Гегель стоял на плечах Канта. Надо это учитывать. Это да, это точно. Поэтому, ну, Гегель в каком-то смысле он вобрал в себя всю историю философии, в этом смысле он синоним философии, он более велик, так сказать, по объему, размаху крыльев, да, но не будь Канта, не было, конечно, никакого Гегеля. Спасибо. Ну да, и разрешите, я буквально два слова хочу добавить. Вот буквально год назад к нам на кафедре философии и культуры в Минске на факультете философии приезжала Татьяна Геннадьевна, о господи, Щедрина, да, которая очень много лет профессионально занимается вот как раз философией шпета, и, видимо, сегодня самый крупный специалист по шпету в России, не только в России, вот она как раз нам очень интересно и приводила новые материалы, что, и потом это, я видела эти публикации в журнале «Вопросы философии» за 19-х шпетовского перевода, значит, которые были сделаны даже не только Мариной Федоровной, да, Быковой, но и другими авторами. Дело в том, что когда в конце 50-х годов наконец-то вышел, я сейчас боюсь ошибиться, по-моему, это был 14-й том, да, вот старого собрания сочинений Гегеля, ой, боюсь ошибиться, ну, то есть, в котором фильм «Многие духа» была опубликована, что, оказывается, даже вот в этом томе очень много мест, как бы это поделикатнее выразиться, сфальсифицированных, да, из трансформированных, несоответствующих оригинальным самого Шпета. И вот она этим очень много занималась, и эти корректировки, значит, вот она говорила, что готовится такое издание, что есть такой проект, вот внести, то есть, понимаете, даже тот перевод, с которым мы имеем дело, он не совсем аутентичен, не совсем соответствует самому аутентичному переводу Шпета.